В сегодняшнем уроке мы поговорим с вами о вспомогательных глаголах в английском языке be, do, have – быть, делать, иметь. Эти глаголы очень важны, так как они позволяют формировать вопросительное предложение, отрицательное предложение, различные временные формы глаголов и так далее. То есть, как вы видите, функций у этих трех глаголов очень много. Прежде чем мы с вами начнем рассматривать непосредственно эти три глагола, давайте узнаем, какие же глаголы вообще в английском языке существуют. И первое – это смысловые глаголы, либо еще их называют полными глаголами. Эти глаголы выражают конкретные действия. Допустим, buy – покупать, study – изучать, sleep – спать, walk – идти. Далее идет группа модальных глаголов. Эти глаголы видоизменяют какие-то действия, придают им дополнительные свойства. Can – мочь, may – иметь возможность, вероятность. Must – должностовование выражает. Might – выражает также вероятность. И дальше наша вот как раз сегодняшняя группа глаголов, глаголы do, be, have, которые, как я уже сказал, помогают нам формировать различные предложения, вопросительные, отрицательные, а также различные временные формы. Как мы видим, эти глаголы очень важны, и сейчас мы именно их более подробно уже рассмотрим. Модальные и смысловые глаголы мы рассмотрим в других главах. Начнем мы с самого важного глагола в английском языке – глагола to be. И теперь мы узнаем, как же этот глагол спрягается настоящим временем. Чтобы это сделать, во-первых, узнаем или вспомним местоимение английского языка. Итак, I – я, we – мы, he – он, she – она, it – он, она, оно, you – ты, you – вы, they – они. Немного поясню. Личное местоимение я, I, в английском языке всегда пишется с большой буквы. Местоимение it – оно. Переводится в зависимости от контекста на русский язык он, она, оно. Но давайте вспомним, что в английском языке родом, мужским или женским, обладает только человек, а также его домашнее животное. Как мы видим, кстати, местоимение you на русский язык переводится как ты, так и вы. Опять же, в зависимости от контекста. Итак, местоимение мы вот видим. А теперь мы узнаем как раз о спряжении глагола to be – быть в настоящем времени. Вот его формы. Как видите, у глагола to be в настоящем времени существует всего лишь три формы. I am – форма am, форма are и форма is. Для местоимений we, they, you – мы, они, вы. Форма are – для местоимения he, she, it. Он, она, оно – местоимение is. Форма глагола is, простите. То есть, видите, все очень просто. Три формы глагола для различных местоимений. Давайте возьмем и рассмотрим какие-нибудь конкретные примеры, которые помогут нам понять, что из себя представляет глагол to be. Глагол to be – это глагол-связка. В русском языке он утерян и не используется. Допустим, I am a student. Я студент. По-русски мы не говорим «я есть студент». Но в английском языке именно вот такая форма и существует. I am a student. We are students. Мы – студенты. They are students. Они – студенты. You are students. Вы – студенты. You are a student. Ты – студент. He is a student. Он – студент. She is a student. Она – студентка. It is a dog. Это собака. Как видите, все очень просто. Три формы глагола. Вот я их разбил тут на отдельные колоночки. Их очень просто выучить и понять. А теперь давайте перейдем к глаголу do – делать. Глагол do – еще проще. И в настоящем времени у него всего лишь две формы. И вот они. Для местоимений I, we, you, they – я, мы, они, простите, вы, они – форма do. Для местоимений he, she, it – он, она, оно – форма does. То есть две формы. Что может быть проще? Так, возьмем конкретные примеры и рассмотрим. И вот наши примеры. И смотрим, как произносится форма второго лица единственного числа – does. Она делает это каждый день. Он делает это каждый день. Оно делает это каждый день. В зависимости от контекста под местоимением. Оно может вскрываться все, что угодно. Итак, как вы видите, опять же, все очень просто. Do – форма для местоимений I, we, you, they. И does для местоимений he, she, it. Далее переходим к глаголу to have – иметь. Итак, у глагола have в настоящем времени также существует всего лишь две формы. Для тех же самых местоимений I, we, you, they – я, мы, вы, они – форма have. Для местоимений he, she, it – он, она, оно – форма has. Возьмем и рассмотрим конкретные примеры. Вот примеры. I have a car – я имею машину. Ну, по-русски мы так не говорим. Мы говорим, у меня есть автомобиль, машина. We have cars – у нас есть машины. You have cars – у вас есть машины. They have cars – у них есть автомобили, машины. She has a car – у нее есть автомобиль. He has a car – у него есть автомобиль. It has a hood – у него есть капот. Ну, допустим, у автомобиля. Итак, видим местоимения и формы глаголов в конкретных примерах. Итак, вот эти три глагола – do, be, have – являются наиболее важными. Еще раз давайте посмотрим всю таблицу с этими глаголами. Сейчас я его открою. Итак, вот наша итоговая картинка. Глагол be – быть, имеет три формы – am, are, is. Глагол do – делать, имеет две формы в настоящем времени – do и does, в зависимости от лица. И глагол have – иметь, обладать, имеет также две формы – have и has. Если вы изучите эти три формы глаголов, вы сможете формировать в дальнейшем отрицательное, положительное предложение, утвердительное, различные временные формы глаголов формировать и делать вопросительное предложение. То есть, видите, эти три глагола очень важны, поэтому сейчас просто возьмите и изучите вот эту табличку. А далее внизу вы увидите конкретное задание. Итак, приступайте к изучению этих трех важных глаголов. Продолжение следует...